Более трёх тысяч общественных наблюдателей будут следить за выборами в Приморье. К работе приступил региональный общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в единый день голосования 10 сентября. Штаб традиционно функционирует при общественной палате Приморья. Члены общественной палаты Приморского края принимали участие во всех выборах, начиная от сельских поселений, муниципальных выборов. То есть вот этот отрезок времени, он не был каким-то затишьем. И мы проводили работу, докладывали, я в хорошем слове говорю, в штаб в Москву, в общественную палату в Москву на протяжении всего цикла прохождения выборов. То есть это такой постоянно действующий живой механизм. И приятно, что за всё это время сложилось хорошее понимание, потому что, я ещё раз подчёркиваю, ответственность за наблюдателей лежит на общественных организациях, на общественной палате. И поэтому нам приходится отвечать перед, я не побоюсь от слова, перед членами избирательной комиссии, перед членами избиркома, потому что это совместная работа. Они сделали свою часть работы, мы должны также хорошо и ответственность сделать свою часть работы для того, чтобы подвести итог выборам. В связи с тем, что общественная палата Приморского края в обновлённом четвёртом составе начала работу в конце мая, и её состав сменился почти наполовину, присутствующие проголосовали за новых председателей мониторинговой, мобильной, юридической и информационной групп, а также руководителя группы подготовки и координации наблюдателей. Руководителем штаба является председатель общественной палаты Приморского края Борис Тупницкий. В ближайшее время планируется обучение наблюдателей. Есть нововведения в избирательном кодексе, есть особенности избирательной кампании. И, собственно, в ближайшее время будет большой цикл обучения наблюдателей, как новых, которые примут решение поучаствовать в избирательной кампании, так и тех наблюдателей, которые с года в год традиционно принимают участие в наблюдении и являются уже экспертами. И вот сегодня хорошо отметили члены общественной палаты, что действительно есть золотой стандарт наблюдения. Это ряд набора требований к избирательному участку, к процессу наблюдения. И, по большому счёту, это очень дисциплинирует членов участковых избирательных комиссий, потому что общественное наблюдение – это действительно стандарт, который позволяет сделать выборы чистыми. Напомним, в единый день голосования 10 сентября в России пройдут выборные кампании различного уровня. В Приморье будут выбирать губернатора края, депутатов городских округов и муниципальных районов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова